Всем привет! Это третий выпуск второго сезона проекта Сингента Хелп. Сингента Хелп — это возможность задать вопрос в агроподдержку компании Сингента и получить квалифицированный ответ на тему агрономии. Переходите по QR-коду, задавайте вопросы, присылайте свои фото и видео, и ваши вопросы не останутся без внимания экспертов компании. Не забывайте ставить пометку Хелп, и ваши вопросы, самые интересные, могут попасть в наши будущие выпуски. Новый год, совсем скоро он придет к нам. Время, когда мы ждем Новый год, оно всегда окутано волшебством, ожиданием чуда, ожиданием подарков. И сегодняшний выпуск у нас не обойдется без подарков. Смотрите его до конца, и, возможно, вам крупно повезет. Сегодня у меня в гостях руководитель отдела цифровых решений компании Сингента Виктория Илюшина. Вика, привет! Буквально пару слов немножко о себе. Маш, привет! Ну, в первую очередь, спасибо тебе, что позвала в свой проект. Очень приятно поделиться новостями нашего отдела, да, и такого нового, скажем, направления для компании Сингента. Что касается моей профессиональной карьеры или там пути, я начинала свой путь в Воронежском аграрном университете, закончила я агроном-ученый, да, и я продолжала там же учебу на кафедре защиты растений в аспирантуре. А в Сингенте я начала параллельно работать. Это был там 2005 год, как раз вот декабрь, наверное, да. И мой путь в Сингенте начинался с отдела R&D. Я была агрономом-исследователем, закладывала много мелкоделяночных опытов с нашими продуктами, с новыми ДВ в частности. Потом я работала техническим полевым экспертом и поддерживала ключевых клиентов нашей компании. И вспомни, сколько много времени мы с тобой проводили на полях. И ты помогала мне профессионально с крупными такими проектами аграрными. Это агрогоранты, крупные демо-площадки. Вспомни, как мы с тобой ходили, да, фотоаппарат, блокнот, жилетка Вассермана, да, много всякой экипировки. Сейчас кардинально на самом-то деле все изменилось. И вот в 2019 году компания Сингента предложила мне поработать в новом отделе, очень амбициозный, молодой, это отдел цифровых решений. И ты знаешь, Маш, было ново все абсолютно. От терминологии до ценностей, цифры в аграрном производстве. Еще бы. Да. И если ты помнишь, в это время компания Сингента приобрела активы очень популярной на тот момент компанией Кропио, так она тогда называлась. И мы интегрировали, да, Кропио в Сингента Групп. И это бренд, такой большой бренд сейчас, который оперирует многими цифровыми решениями по всему миру. И вдумайся, во всем мире под оперативным управлением Крупвайс находится около 65 миллионов гектаров посевных площадей. Да, цифра такая внушительная. Вообще Крупвайс действительно важный и полезный инструмент. И я думаю, что, как никто, мы оценили это и почувствовали, когда нас всех закрыли на ковид. Когда мы могли удаленно с тобой смотреть на поля в Ставропольском крае и помогать им с обработками. Да, ты помнишь, что наши технические эксперты объезжали поля, да, а мы вот так большим там митингом могли скорректировать технологию применения фунгицидов. Это прям очень яркий такой пример использования удаленных сервисов. Мы с тобой сегодня разберем очень интересные вопросы и поговорим о теме Крупвайс, о теме цифровых технологий. Что такое Крупвайс, как получить этот сервис, как он поддерживается в России и помогает он экономить или нет. Итак, мы начинаем. Вопрос. Как получить сервис Крупвайс? Кто и как поддерживает сервис в России? Маш, ну я предлагаю сначала ответить на первую часть вопроса, как можно получить сервис Крупвайс в нашей стране. Глобально есть два способа. Первый – это техническая поддержка наших продуктов СЗР и семян. И можно обратиться к любому менеджеру компании Сингента в любом городе и регионе, потому что мы все работаем с Крупвайс в нашей повседневной жизни. И тогда агропроизводители получают базовую версию Крупвайс, которая в себе содержит блок скаутинга, а в нем карты цифровые, индексы, погода, мобильные приложения, различные справочники. Этого достаточно, чтобы функционал осваивать. Ну и в том числе они могут заносить туда и агрооперации. А если этот этап освоен и хочется больше? Да, тогда мы предлагаем полную версию нашей платформы. Это платформа по управлению агропроизводством. Она приобретается за подписку либо напрямую с Сингента, либо у наших партнеров в студии аграрных систем. Как вы поддерживаете своих клиентов? Как это физически происходит? Да, Маш, здесь следует отметить, что у каждого клиента выделяется индивидуальный аккаунт-менеджер, и он помогает интегрировать систему в процесс производственный. Там тоже советы определенные тоже выдает и так далее. Учите, наверное, тоже, да? Учим обязательно. И вебинары есть, и оффлайн-встречи и так далее, потому что разные агрослужбы различным функционалом пользуются. Они вам звонят? Обязательно и звонят, но мы выстраиваем эффективные каналы коммуникации. Это мессенджеры. Ватсап. Ватсап или Телеграм, да, из таких популярных, потому что решаются оперативные вопросы, достаточно быстро их нужно решать. Но есть вопросы для более глубокой проработки. И мы запустили систему Helpdesk, в которой там, знаешь, в режиме тикетов мы общаемся с командой разработки. У нас прям вообще цифровой разговор, но я думаю, мы ответили на этот вопрос и можем двигаться дальше. Вика, вопрос к нам пришел с юга, Ставропольский край. На странице поля весной вижу риски по заболеваниям. Откуда эти данные и как их интерпретировать? Да, Маш, как ты знаешь, я думаю, многие наши зрители тоже знают, что компания Сингента свои агрономические знания и огромный опыт вкладывает в наш цифровой сервис. Мы развиваем такие продуктовые сервисы, плюс мы их так называем. Это сервисы, которые призваны помочь концентрировать свое внимание на проблемных участках. И вот конкретный вопрос, он говорит о том, что пользователь видит на странице риски по заболеваниям. Как ты видишь на картинке здесь, здесь перечень заболеваний на зерновых культурах, процент риска заболевания. И что важно, мы даем некую интерпретацию этих данных, и агропроизводитель может понимать, какая сейчас рекомендация на данный момент, в данном диапазоне риска, и может спрогнозировать и, соответственно, выстроить систему защиты в том числе. Ну, как любая компьютерная система, там должен быть алгоритм. Откуда вы берете сами вот эти вот алгоритмы построения вот этих ваших систем? Данные предоставляются нашим партнерам глобальным. У Сингента есть глобальный контракт с компанией Айметос. Прямо скажу тебе, это мировой лидер в данной области, и они разработали модели для очень многих культур во всем мире. Это не только там полевые, которыми мы пользуемся здесь, в нашей стране, а уже специалисты компании Сингента помогают настроить тревоги в Кропвайс, установить в том числе виртуальные метеостанции, и, соответственно, агропроизводитель получает такие тревоги у себя в аккаунте. Более конкретно, помимо вот этих рисков, что еще дополнительно получает агроном? Ну, в системе, прям, да, вот на карточке поля или по какой-то конкретной культуре агроном может видеть урожайность, прогноз урожайности в течение сезона, который изменяется, а также прогнозирование фаз вегетации культуры, индексы, да, но вот все карты, которые цифровые, мы с тобой проговорили чуть выше. Но я хочу отметить, что некоторые из компонентов не имеют аналогов, и для зимных культур мы прогнозируем стадии развития с точностью до четырех дней. И, как ты понимаешь, мы можем там в следующем сезоне давать рекомендации уже непосредственно по обработкам в очень точное время. Я как фунгицидчик и фитопатолог очень хорошо знаю цены вот этим четырем дням в сезоне, когда действительно у агронома очень сильная загруженность, очень мало времени. И давай приведем пример по поводу вот этих систем, как они помогают агроному и реально, что они дают. Да, ну давай с тобой посмотрим вот на эту картинку. Ты видишь здесь внизу график развития фузариоза колоса, и мы видим, когда риск высокий, низкий и так дальше. Мы на этом графике отметили конкретную обработку конкретного хозяйства препаратом, который содержит в своем составе действующие вещества, которые, собственно говоря, против фузариоза колоса работают. Но мы видим, что обработка была немного раньше, как по фазе развития культуры. Вот здесь на фотографии тоже видно. Ну и, соответственно, риск тоже был смещен немножко вправо на начало июня. Что мы в итоге имеем? Имеем потерю урожайности в 3 центнера на гектар. И если посчитать это в стандартных ценах на весь объем азимой пшеницы в этом хозяйстве, оно составляет около 15 миллионов рублей. Я не гарантирую, что вы именно эти деньги там сохраните или сэкономите, но это сигнал к тому, чтобы аграрии обращали внимание на такие нотификации в системе и могли спланировать свои обработки правильно. Потому что, как ты видишь на фотографии, вот здесь вот на колосе, половину колоса потеряли. Там фазариоз плюс там сапротрофная инфекция, это микотоксины и всё прочее. Поэтому всех призывают получать информацию в системе и, собственно говоря, ей пользоваться грамотно в течение сезона. Да, очень убедительный пример. Потерять урожай, потерять деньги и потерять зерно, которое потом никто не купит, потому что оно будет всё в микотоксинах и просто опасное. Я думаю, мы ответить на этот вопрос и можем двигаться дальше. В преддверии Нового года мы все тратимся на подарки. И вот такой вопрос, который связан с экономикой. Как Круппайс помогает экономить? Да, Маш, спасибо тебе за вопрос и наших зрителей тоже, потому что про экономию я тебе прямо скажу. Это самый первый вопрос, когда аграрий знакомится с системой. Я приведу два простых примера. Я надеюсь, что в следующих выпусках ты пригласишь моих коллег, мы более глубоко этот вопрос разберём. И один пример из агроскаутинга, когда клиент как технический сервис использует и тоже могут об этом подумать. И второй пример для клиентов полного функционала. И вот первый пример. Представим себе ситуацию, когда в хозяйстве нужно обследовать поля, например, на предмет обработки глифосатами. И агроном тратит на это полдня рабочего времени, чтобы объехать те же 30 полей, смотрит и принимает решение, что поле не готово ещё к обработке, потому что фаза не подошла. Соответственно, представь, что он потратил полдня, даже представим 20 литров топлива, если деньги перевести при стандартных зарплатах, в том числе, это около 3000 рублей затрат. И вторая ситуация, когда агроном дальше обследует эти поля и тратит на это всего лишь 40 минут и 5 литров бензина. Как он это делает? Всё очень просто. Открывает карту, выбирает поля с высоким, с низким индексом, проезжает и, соответственно, тратит гораздо меньше времени. А это основной ресурс, которым обладает агроном. И постоянно его не хватает. Время, конечно. И ты видишь, что даже на этом, грамотно научившись работать с картами, а я призываю всех взять такую ежедневную работу, можно начинать экономить. И второй пример, Маш. Он, собственно говоря, часто нашими коллегами транслируется из команды семян, потому что очень важно соблюдать скоростной режим при посеве. Здесь пример, как ты видишь на картинке, из разряда посева кукуруза. И мы понимаем, что когда слишком большой скоростью мы сеем, равномерность посева не та, соответственно, мы имеем с тобой дальше проблемы, какие со всхожестью, с полевой всхожестью, с потерями уже здесь, качественных семян. Вот на следующей картинке ты видишь, наши коллеги тоже предоставляют такие данные, когда при нормальной скорости посева мы имеем 11 тонн с гектара, с завышенной около 9. Если здесь посчитать тоже в стандартных ценах, то на 100-гектарном поле ты можешь потерять 3 миллиона. Это тоже вопрос к тому, чтобы задуматься, как вы можете начать экономить. Что для этого сделано в системе? Мониторинг техники многие тоже используют. В системе мы увязываем агрооперации, соответственно, с движением техники можем выстраивать тревоги. И такие тревоги приходят прямо в телеграм-канал. И они приходят в режиме такого реального времени, когда агроном может остановить работу механизатора, скорректировать скорость. И ты даже уже в рамках своего одного поля не потеряешь вот эти деньги, которые при некачественном посеве могут вылиться в убытки. Да, примеры достаточно убедительные. А как вообще хозяйство понять, готово ли оно к переходу в цифру или нет? Маша, ты знаешь, этот вопрос на самом деле очень комплексный. Я бы тебя попросила прям отдельный выпуск этому посвятить. Но я попробую пройтись по самым главным таким вехам, наверное. Мы и наши партнеры всегда обычно проводим первичный аудит у клиента. И мы видим, вернее смотрим на техническое оснащение хозяйства, какие датчики стоят, те ли они нужного качества. Если нужно оборудовать, мы даем возможность принять решение, и наши партнеры тоже это делают. В целом смотрим на цифровую инфраструктуру, какие блоки цифровизации уже в предприятии есть, и работают, может быть, разрозненно. А крупвайс объединяет это все, скажем так, в одну систему. И многие службы работают прямо в этой одной системе. Ну, понятное дело, что необходимое наличие стандартов производственных процессов, если они есть и выстроены, то интеграция происходит достаточно быстро. Но, на мой взгляд, самое основное – это квалифицированные кадры. И кадры действительно решают все. И вот здесь мы чуть-чуть раньше с тобой говорили об этом, что сингента помогает готовить такие кадры. Таких технологических площадок сейчас немного, но мы и наши партнеры такие площадки развиваем. Есть большой крупвайс-кэмп, на который аграрии приезжают и своими мнениями делятся. Но и на каждой сингентовской площадке у нас всегда есть площадка крупвайс. Мы также сотрудничаем с вузами, как ты понимаешь, и готовим студентов. И я думаю, что в будущем любой выпускник аграрного вуза должен работать с цифровыми сервисами на 5 с плюсом. Да, я недавно слышала, что крупвайс – это записная книжка, которая есть в твоем мобильнике, где все есть у тебя, весь мир в кармане. Ну, так и есть. Вместо вот тех наших наборов в жилетке мы спокойно можем всю информацию видеть в мобильном приложении. Это так. Вика, сегодня мы ответили на маленькую часть вопросов, поступающие к нам на тему цифры. Но у нас предновогодний выпуск «Все в ожидании чудо». Тем более мы в начале выпуска говорили про какой-то приз и про какой-то конкурс. И я знаю, что крупвайса в этом году юбилей, вам 10 лет. Да, Маша, я готова в твоем выпуске побыть снегурочкой и озвучить такой конкурсный вопрос, за который можно получить приз. Но для начала мы озвучим условия такого конкурса. До 9 января напишите свои комментарии под этим видео либо во ВКонтакте, либо в Телеграм. И в каждой из этих соцсетей мы выберем победителя. Я подведу итоги, и тот, кто первым даст ответ наиболее близкий к правильному, получит приз, который вы сейчас видите на экране. Мы его отправим вам по почте. А сейчас, внимание, сам вопрос. Сколько миллионов гектаров обрабатывает система крупвайс ежедневно в нашей стране? Каждого из победителей мы поздравим 11 января в комментариях под этим видео. Поэтому я призываю вас активно участвовать в конкурсе и ждать наших комментариев уже в новом году. Вика, дорогая моя Снегурочка, спасибо тебе, что ты пришла на наш новогодний выпуск. Мне очень приятно было с тобой пообщаться. Маш, тебе спасибо еще раз за твое приглашение. Мне тоже приятно пообщаться и светить такие интересные темы для наших зрителей. Я надеюсь, это не последняя наша с тобой встреча. И я, наверное, хотела бы отдельно тоже поздравить наших зрителей с наступающим Новым годом, завершить вот этот сезон, и с новыми силами уже пойти в новый сезон 2024 года. Да, я присоединяюсь к словам Виктории. Дорогие наши зрители, с наступающим вас Новым годом! Счастья вам, здоровья и гармонии! Мы, как и вы, уходим на новогодние каникулы и увидимся с вами уже в следующем году. Всего хорошего! Субтитры сделал DimaTorzok